здравствуйте в студии снова олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на пятницу 29 сентября сегодня мы поговорим о новостях которые настолько плохие что вы захотите застрелиться но только не делайте этого потому что тогда вы не сможете посмотреть эти новости так что давайте просто перейдем к этим новостям вкратце закончим мы плохими новостями сегодня в британии ожидается с дождь ветер холод ну в общем как всегда а теперь о том что хуже погоды о том с чего мы начнем это заголовки газет премьер-министр ставит на первое место водителей и высокие налоги навсегда заголовок газеты guardian гласит сунок ставит на первое место водителей в новой битве на своих выборах в пятницу газеты пишут о том что премьер-министр решит сунок намерен использовать конференцию консервативной партии которая начнется в воскресенье для того чтобы представить ряд действий которые должны будут заинтересовать особенно владельцев автомобилей эти меры будут включать в себя ограничения на возможность английских городских советов вводить скоростные зоны в 20 миль в час и ограничения на количество часов в день когда автомобильное движение будет запрещено на полосах для автобусов очень интересные новости для автомобилистов кстати ну а заголовок газеты daily telegraph гласит сунок блокирует новые зоны 20 миль в час эти изменения также включат в себя сокращение зон с низким трафиком и меры которые сделают проще водителям оспаривать штрафы за парковку опять же информация для водителей весьма и весьма полезная но также газета отмечает что политики и с этими мнениями появились после неожиданной победы консерваторов на дополнительных выборах в аксбридж и южном райлслип в июле победа которых была широко прописана опасениями избирателей по поводу расширения контроверсиальной зоны с низкими выбросами в лондоне ну а заголовок газеты times гласит переход консерваторов к высоким налогам может никогда не быть отменен таймс сообщает об анализе центра institute for fiscal studies который говорит что великобритания делает решительный и постоянный переход экономики к более высоким налогам газета говорит что обнаружилось что повышение налогов введенная консерваторами после последних выборов будет эквивалентно трех с половиной тысяч фунтов на семью до следующих выборов также газета добавляет что эта новость усилит давление на рейши сунока для того чтобы изменить эту тенденцию заголовок газеты daily mail гласит премьер-министр столкнулся с требованиями отказаться от европейских судов мистер сунок стал к и сталкивается с растущим давлением со стороны некоторых своих собственных депутатов для того чтобы сообщить европейскому суду по правам человека что великобритания выйдет из этого сообщества если они не обе не обязуются принять крупные реформы об этом сообщает daily express ранее сообщалось что даунинг-стрейт разрешили министру внутренних дел су или брейверман высказать возможность выхода из европейского суда во вторник в качестве предупредительного якобы выстрела для того чтобы не блокировать планы по депортации в великобританию беженцев в руанду то есть из-за беженцев началась такая суматоха что британия может выйти из европейского суда по правам человека очень интересная информация ну а заголовок газеты ай гласит частные школы раскрывают свой план использования лазеек для того чтобы избежать налога от лейбористов газета сообщает что у частных школ есть план как избежать вот этой уплаты 20 процентов в эти которые лейбористы обещают взимать с них если они выиграют следующие выборы газета говорит что школы рекомендуют родителям оплатить свои счета на несколько лет вперед с таким предположением что эти платежи все еще будут освобождены от такого налога критики говорят газете что эта лазейка будет выгодна только самым богатым семьям ну представьте зная стоимость обучения в частных школах в британии оплатить на несколько лет вперед обучение своих детей с возможностью сэкономить 20 процентов на этом это с гипотетической возможностью так себе идея заголовок газеты daily mirror гласит наша прекрасная девочка пошла в школу и не вернулась домой как вы видите практически на каждой газете я не говорил пока что почему но вот эта девочка изображена ну почти на каждой газете это именно та девочка которую вчера зарезали в кройдоне на первой странице газеты daily mirror тоже фотография элиан андам это 15-летняя ученица которая была убита утром в среду в кройдоне при помощи ножа юг лондона как обычно криминальный газета сообщает что ее разрушенная можно сказать семья отдает дань уважения на месте нападения и цитирует ее тетю которая сказала она пошла в школу и не вернулась домой это просто ужасно тут я с этой тетей абсолютно согласен заголовок газеты сам гласит тоже нападение на школьницу на свет нашей жизни они опубликовали фотографию матери эллиан доркас тоже вот вы видите ее здесь которую поддерживают когда она посещала место происшествия газета цитирует семью эллиан описывая ее как свет нашей жизни и говоря что ее мечты стать юристом теперь разбиты а заголовок daily mail относится к тому что было срублено 300-летнее дерево которое стояло в сикамор гэп на вейл гэдриан и заголовок гласит идиотский действительно идиотская идея срубить 300-летнее дерево которое стояло в красивом месте и тут в газете описывается этот поступок как бессмысленный вандализм на первой странице газета отмечает что дерево было показано в блокбастере 91 года робин гуд принц воров и описывает это дерево как одно из самых фотографируемых деревьев в мире а заголовок financial times говорит нам совсем о другом open и ай ведет продвинутые переговоры с и фи софтбанк о создании первого устройства не создателя чат джи пи ти financial times рассказывает что компания искусственного интеллекта open ай ведет продвинутые переговоры с известным бывшим дизайнером apple сэром джоном айвом и инвестиционной компанией софтбанк о запуске проекта по созданию некоего айфон искусственного интеллекта айфон эй ай люди которые знакомы с этим планом сообщили газете что проект будет направлен на создание более естественного и интуитивного пользовательского опыта взаимодействия с искусственным интеллектом ну что ж семимильными шагами мы приближаемся к фильму терминатор ну и переходим газете daily star где заголовок гласит очень интересно тут конечно демоны зада пытался убить шерон осборн daily star сообщает что сын шерон осборн джек заявил что это известная телеведущая была почти убита злым духом который в итоге отправил ее в больницу газета говорит что новость всех нас немного удивила казалось бы в этом заголовке странное только одно почему не упоминается ози осборн но теперь давайте перейдем к тому что пишут газеты внутри не переключайтесь так аналитический центр айфс сообщает что правительство великобритании находится на пути к рекордному уровню налогов который не наблюдался с 1948 года ожидается что к следующим всеобщим выборам 2037 году налоги составят уже около 24 процентов национального дохода налоговые поступления правительства великобритании резко возросли с тех пор как консерваторы победили на всеобщих выборах в 2019 году следующем году правительство соберет более чем на 100 миллиардов фунтов стерлингов больше налогов по сравнению с уровнем до 2019 года некоторые депутаты тори оказывают давление на канцлера джереми ханта чтобы он снизил налоговую кабалу и рассказал об этом в осеннем заявлении правительства в следующем месяце однако господин ханта заявил на прошлой неделе что снижение налогов в настоящее время практически невозможно ну а здесь конечно же bbc цитирует сунка который с его всеми обещаниями ну и еще про сунка европейский союз в рамках соглашения виндзорского фреймворка воскресенье начнется работа системы зеленых и красных коридоров которая должна будет уменьшить уровень контроля товаров которые поступают в великобританию из северную из великобритании в северную ирландию вот так товары которые двигаются движутся через северную ирландию в ирландию и европейский союз должны будут использовать процедуры красного коридора то есть проходить полную таможенную документацию и соответственно проверку в портах для некоторых продуктов а товары поступающие из Великобритании для продажи потребителям в Северной Ирландии, они будут использовать зеленый коридор, что означает минимальную бумажную волокиту и небольшое количество регулярных проверок. Однако некоторые продукты питания, поступающие из Великобритании, должны будут помечены как не для Европейского Союза. Великобритания для продажи. Включая все вот эти забастовки, запрет на сверхурочную работу, все это нас ожидает, если мы собираемся путешествовать по стране или ездить по делам. Более десятка железнодорожных компаний будут задействованы в забастовках уже в эту субботу и 4 октября. Также он не исключил продолжение забастовок в период Рождества. Ну и в ответ на предложение компаний, которое было сделано еще в апреле, это предусматривало в себя повышение зарплат на 4% в год в обмен на изменения в способах работы. А слев отказался, вот этот профсоюз отказался от такого повышения. Потому что профсоюз утверждает, что машинисты жертвуют своими условиями работы в обмен на свою зарплату, которая не соответствует совершенной инфляции. Однако Rail Delivery Group описала это предложение как разумное, утверждая, что оно повысит среднюю зарплату машинистов. Как вы думаете, сколько они сейчас зарабатывают? От 60 тысяч будет повышение до 65 тысяч фунтов в год. И они отказываются, говорят, что этого как бы мало. Напишите в комментариях, как вы считаете, такая зарплата нормальная по стране для машинистов железных дорог или нет. А вот еще одна новость очень интересная. Учитывая, что я ежедневно мониторю новости и я рассказываю вам о том, что происходит, но я как-то пропустил информацию, что с 3 октября в Англии вступает в силу запрет на использование одноразовых пластиковых приборов, тарелок и подносов. Однако эти новые правила не распространяются на пластиковые тарелки, подносы и миски, которые используются для упаковки еды в магазинах и кафе. Согласно новым правилам, розничные магазины, кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания больше не смогут продавать одноразовые пластиковые приборы, стаканчики из полистирола или контейнеры для еды. Однако, согласно исключению, кафе и рестораны все еще смогут использовать пластиковые контейнеры, подносы и упаковку. Розничные магазины также смогут продолжать использовать пластиковые тарелки, миски и подносы для предварительно упакованной еды, такой как салаты и готовые блюда. Меня интересует, а как же теперь купить пластиковый стаканчик для того, чтобы налить в него какой-нибудь напиток, который вы взяли с собой в парк? Никак придется ходить со своими стаканчиками. Экологические активисты считают, что такой запрет все равно недостаточен для борьбы с загрязнением пластиком. А некоторые бизнесы заявили, что вообще не были осведомлены о таких правилах. Вы вообще что-то слышали про этот закон, что оказывается с понедельника отказываются от пластика? Поэтому, если вы владелец кафе или какого-то магазина, то обратите на это внимание. Мы решили, что теперь ты будешь пользоваться пластиковой посудой. Она не разобьется, и ты не поранишься. Хорошо? В городе Брэкон-Уэльсе запущена программа по возврату депозита за использованные контейнеры для напитков. Это тоже информация про пластик. Каждый контейнер, как почему-то называют в прессе, каждая бутылка, предположим, пластиковая, или каждый сосуд пластиковый, который продается в городе, получил уникальный сканируемый код, который позволит клиентам получить целых 10 пенсов за каждый из данных предметов в специальных контейнеров для переработки или в магазинах. Это первый опыт такого рода в Великобритании, который может быть расширен на всю страну. Все страны Великобритании планируют ввести такие системы возврата депозита к 2025 году. Однако реализация этой идеи столкнулась с проблемами, такими как высокие затраты на инфраструктуру и, как оказалось, потеря доходов муниципалитетов от сбора мусора. То есть мусорщики получают меньше зарплаты, естественно, если меньше мусора на улицах, все сдают мусор за деньги, и мусорщикам делать нечего, и получается доход муниципалитет попросту не получает. Ну а теперь, я думаю, в Британии все чаще можно будет видеть вот такую картинку. Внучки! Вы как пивкот допьете бутылочки, не выбрасывайте мне и оставьте, а? Хорошо, бабуль! Совет округа Норс-Ланкашир закрывает 39 бассейнов, спортивных центров, библиотек и общественных объектов для того, чтобы заполнить свой бюджетный дефицит. Среди объектов, которые будут закрыты, это спортивный центр Мэтта-Базби в Балшире и бассейн Джона Смита в Эйрдри для того, чтобы сэкономить 4,5 миллиона фунтов в год. Городской совет говорит, что ему нужно найти где-то 64 миллиона фунтов экономии за три года. Никаких дат пока что для закрытия не было названо. Было сказано только, что затронутым сотрудникам, вероятнее всего, будут предложены переводы на другие должности, на другую работу. А вот куда будут переводить самих пловцов до спортсменов, никто так и не пояснил. Хотя британцам к закрытым бассейнам, похоже, не привыкать. Аня, шалый, Аня! Ну а теперь к нашей любимой теме экономия. Кража электроэнергии в Англии и Уэльсе достигли рекордного уровня. Об этом свидетельствует анализ BBC. С 2012 года количество таких краж увеличилось на 75%, превысив 3500 преступлений впервые с 2021 года. Кражи электроэнергии происходят, когда счетчики подвергаются вмешательству или обходятся для того, чтобы избежать оплаты за электроэнергию. Это может привести к обнажению живых проводов, которые под напряжением, и увеличению риска перегрева проводки или возгорания бытовой техники, а также к смерти от этих хитрецов, пишет BBC. Кражи электроэнергии связывают с выращиванием каннабиса, майнингом криптовалюты и кризисом стоимости жизни на третьем месте почему-то. В настоящее время это становится все больше распространенной проблемой. В 2018 году оказывается 7-летний мальчик погиб, когда потрогал лампочку, которая была подключена к незаземленной электрической коробке в пабе, где владелец сделал как раз обход счетчика. Владелец паба был признан виновным в убийстве и краже электроэнергии и получил 9 лет чревного заключения. Поэтому будьте осторожны, когда пользуетесь такими мутными схемами. А в настоящее время кражей электроэнергии являются растущей проблемой, которая связана с серьезным организованным преступлением, как оказалось. К вопросам полиции. Сотрудник полиции Министерства обороны, не прошедший фитнес-тест, выиграл дело в суде. Суд признал, что Министерство косвенно дискриминировало Корен Браун по причине ее пола, не предоставив ей возможность пройти альтернативный тест. Браун была уволена в октябре 2018 года после нескольких неудачных попыток пройти полицейский тест. Суд признал, что Министерство обороны косвенно дискриминировало Браун на основании ее пола, не предоставив ей возможность пройти альтернативный тест и не оказав ей помощь, рекомендованную колледжем полиции. Сейчас эта тема всплыла, потому что только сейчас это было признано. И суд теперь отметил, что тест должен быть применен пропорционально. Все вооруженные офицеры, нанятые после 2014 года, должны были достигать уровня 7,5 баллов в фитнес-тесте, известном как БИП-тест. Так вот, суд указал, что женщины могут испытывать трудности в прохождении такого теста на более высоких уровнях из-за врожденных биологических причин. Но это как плохой танцор, которому туфли жмут. Министерство обороны не прокомментировало изменения в тестировании. В Шотландии вступает в силу новый режим лицензирования краткосрочной аренды жилья, включая аренду комнат, квартир, коттеджи и даже домов, которые идут на обмен во время отпуска. Владельцы недвижимости должны подать заявку на получение лицензии до этого воскресенья. Представьте. Иначе им будет запрещено сдавать свое жилье. Однако более трети владельцев недвижимости еще не подали такую заявку, а один из девяти заявил, что попросту не будет соблюдать вот такие новые правила. Представители малого туристического бизнеса выступают против таких правил, которые, по их мнению, создадут дополнительную бюрократию и повысят цены на аренду. В то же время правительство Шотландии утверждает, что лицензирование поможет бизнесу и повысит уровень безопасности для туристов. Я не знаю, каким образом дополнительная оплата повысит безопасность для туристов, но если вы сдаете где-нибудь комнату и живете при этом в Шотландии, то будьте внимательны к таким законам. В Лондоне недавно были установлены три новых скульптуры Ника Хорнби. Давайте посмотрим. Одна из них находится в районе Виктории. Она изображает, как вы думаете, на кого похож вот этот вот железный конь. Это Ричард Львиное сердце на коне. И тут же, как пишется, это напоминает такую статую Ричарда Львиное сердце. Эта статуя находится перед зданием парламента. Однако, если подойти к этой скульптуре сбоку, то можно увидеть, как она превращается вот в это. А вот это называется эндоплазматическая сеть. И не выговорить. Я поискал даже в интернете, что это значит. Это один из медицинских терминов. Посмотрите, если интересно, эндоплазматическая сеть. Так вот, скульптура эта называется «Власть над другими». Причем не просто «Власть над другими». А «Власть над другими» – это слабость, замаскированная под силу. Вот так полное название звучит. «Власть над другими» – это слабость, замаскированная под силу. А другая скульптура Хорнби находится в районе Олимпии. И находится «Сделай это все». Она изображает профиль египетской королевы Нефертити. Ну вот, там вы видите, в профиль вроде бы немножко похожий. Который постепенно превращается в миниатюрную версию мемориала Альберта. Вот, смотрите, сбоку выглядит вот так. Ну а третья скульптура Хорнби была установлена на перекрестке Каннинг-Пассаж и Виктория-Роуд, недалеко от Кенсингтон-Хай-Стрит. Она изображает силуэт мужчины с тростью, который постепенно, если смотреть на нее сбоку, превращается в зигзаг. Все три скульптуры находятся в пределах трех миль друг от друга. Прогулка по улицам Лондона, Кенсингтона, Вестминстера вообще для того, чтобы их увидеть, может стать приятным времяпровождением на выходных. А я жду ваших комментариев, почему третья скульптура – это зигзаг, а первая – это эндоплазматическая сеть. Вот как вы думаете, насколько они разные? Жду ваших комментариев. Ну а теперь переходим к главной новости дня, которая потрясла всю Великобританию. Великобританию задержали 16-летнего подозреваемого в умышленном струблении, как сказать, в умышленном уничтожении дерева, которое является самым фотографируемым деревом в стране. Являлось, по крайней мере. Дерево, известное как Сикамор-3, Сикамор-Гэп-3, находилось в национальном парке, где снимали фильм о Робин Гуде, ну и так далее. Местные жители были попросту потрясены происшествием. Подросток теперь находится под стражей и помогает полиции в расследовании. То есть стучит на всех, кто стоял с ним рядом, судя по всему. Суперинкендант полиции Кевин Уорринг заявил, что это мировое известное дерево, и это происшествие вызвало значительный шок у всех. А также вызвало грусть и гнев в этом местном сообществе, а также за его пределами. Полиция на данный момент начала расследование после такого вандализма. Ну да, зачем нужно было срубать такое дерево, я вот просто не понимаю. Причем оно тут спилено не просто так, оно спилено от души, какими-то большой бензопилой, наверное. Но в любом случае часть допроса попала в распоряжение наших новостей. Откуда дровишки? Из лесу вестима. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. Ну, подробнее о всех этих новостях и о том, что еще происходило в Британии на этой неделе, вы сможете узнать завтра в моем новом стендап-шоу новости. Это название, что это было. Поэтому не забудьте поставить себе напоминание, если вы до сих пор этого не сделали. И, конечно, подпишитесь на наш канал. А сейчас прогноз погоды с Игорем Павловым, после которого я вернусь в студию. Дамы и господа, с вами снова ваш любимый прогноз погоды, который всегда старается поднять вам настроение. Сегодняшний день обещает быть радужным и солнечным, особенно для тех, кто утром просыпается с улыбкой и мечтает о своем будущем. Если вы видите за окном то, что уже представляли себе, то, несомненно, это не везение, а квантовая психология в действии. Поэтому готовьтесь к потоку позитивных эмоций. Сегодня, возможно, где-то в Шотландии будет небольшой дождик. Но кто знает, возможно, железнодорожники решат прервать его из-за забастовки, и дождь пройдет мимо. Ведь железнодорожники сейчас получают 100 тысяч в год. Так что, друзья, если вы хотите поднять свою зарплату, просто не ходите на работу. Не забывайте благодарить наш канал за такие полезные советы. Температура нас также радует около 18 градусов по Цельсию. И помните, радует не только погода, но и то, что вы с нами на этом канале. Ставите лайки, пишите комментарии, и даже Бельгия следит за нами. Привет, Брюссель. У вас тоже сегодня солнечный день. А вот на выходных в субботу погода изменится. Северная часть Англии будет затянутся дождем с обеда до вечера. Но не расстраивайтесь, ведь в воскресенье, 1 октября, дождь переберется на юг. И это, возможно, подсказка нам, что пора помыть Лондон от мусора. Итак, всем добра и хороших выходных. Не забывайте утром улыбаться и представлять яркие будущие моменты. Потому что кто знает, что еще может сбыться благодаря вашей позитивной энергии и квантовой психологии. А также не забудьте в субботу посетить новое шоу Олега Хила. Всем добра и хороших выходных. Спасибо, Игорь. Да, но, судя по новостям, все летит к чертям собачьим. Старая добрая Британия, о которой мы все мечтали до переезда, начитавшись романов Конан Дойля, становится все более и более сумасшедшим местом для проживания. Я не уверен, что мы сможем это исправить в ближайшее время. Так что наслаждайтесь сегодняшним днем, пока он еще не закончился. Потому что завтра будет еще хуже. Это точно. Я же читаю местные газеты. Завтра выходит очередной выпуск шоу «Что это было?». А в студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!